Всем привет! Сегодня хочу рассказать об одном дне, проведенном на охоте. У меня выдался свободный день в мой отпуск, который я решил посвятить охоте. И поэтому, недолго думая, встав пораньше, естественно, с 10-го отключенного будильника, я отправился на одну известную мне речушку и постоять на уточку. Вот что из этого вышло. Хочу отметить, что у меня есть леговые собаки, если кто-то не знает. И поэтому все виды охот на птицу у меня уже к моменту записи были открыты. То есть и болотно-луговая, и водоплавающая. Поэтому на этот день у меня были прямо-таки грандиознейшие планы. Канавка, на которую я приехал, излюбленное место стоянки птиц. Поэтому я решил подкрасться незаметно в канаве и, возможно, добыть какую-либо птицу сразу с подхода. Но мне это, мягко говоря, не удалось. Дальность была приличная, поэтому стрелять не было совершенно никакого смысла. В воде, кстати, уже находилась битая птица, которая, к моему удивлению, почему-то не отпугнула своих сородичей. Хотя, как выяснилось, когда мы ее достали с собакой из воды, она была очень не первой свежести. Ну, пришлось достать и ее утилизировать. Субтитры сделал DimaTorzok Утка не летела от слова совсем. И от скуки я начал тренировать в скидку ружья. А потом, обнаружив, что забыл манок, изобрел новый способ манения утки, который, на мое удивление, сработал очень даже неплохо и моментально. Дальность в этом случае тоже была прямо-таки заоблачная, поэтому даже скидывать ружье в этом случае также не было смысла. Тем временем солнце уже зашло, начало припекать. Утка себя никак не проявляла от слова совсем. Собака начала уже скучать, поэтому было принято решение оставить водоем без прессинга до вечерки и отправиться на другой водоем, чтобы походить там, посмотреть утку с подхода, а также дать возможность собакам поработать по прочесыванию камыша. На новом водоеме я выпустил вторую собаку, чтобы она также побегала, порезвилась, искупалась, освежилась, так сказать. И собака достаточно быстро заметила птицу, рванула к ней. К сожалению, я ее вовремя не заметил, поэтому не смог к ней подкрасться. И она взлетела достаточно далеко от меня, поэтому я смог только проводить ее взглядом. После я подходил уже к этому вопросу более ответственно, не допускал таких оплошностей. И мы с собакой прочесывали один камыш за другим. Но, к сожалению, очень долго безрезультатно. Бруня. Бруня. Далее я дал собаке отдохнуть Взял первую собаку И продолжил поиски с ней Но Также долгое время Удача нам не улыбалась И камыши Были пустые При очередной смене собак Удалось заметить Одиноко сидящих двух уток К которым я решил Аккуратно подобраться И в очередной раз выяснил Что стрелять по Летящей птице мне намного Легче чем По сидящей Дай Дай Груня Дай Молодец Дай 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 Молодец Наконец-то удалось добыть первую утку Дать возможность собакам поработать После чего мы продолжили поиски Насмотревшись на стаю уклеек Дай Дай Молодец Дай Молодец Дай Молодец На этот раз сработали собаки в паре. Им удалось найти птицу и выгнать ее из камышей на меня. Правда, добыть сразу птицу мне не удалось. Видимо, слишком большой перерыв был из-за отсутствия сезона. Но я знал, что она не может далеко уйти. Поэтому отправил собак в поиск. И стал ждать, когда птица как-то себя проявит и где-то всплывет. И долго ждать птица себя не заставила. Птица всплыла и тут уже я ей не оставил шанса. Собаки опять без вопросов подали птицу. И мы продолжили наши поиски дальше. Молодец. Вперед на тот берег. Вперед, вперед на тот берег искать. Вперед на тот берег. Дальнейшие поиски ни к чему не привели. Поэтому было принято решение возвращаться на первый водоем на Вечерку. Но по пути на этот водоем мы заметили сидящих на дереве двух ворон. К слову, вороны очень страшный вредитель. Поэтому долг каждого охотника регулировать их численность по мере возможности. Прибыв обратно на лесную речушку, я решил еще раз попытать удачу с подхода. Птица на водоеме была, но на большой дальности. Плюс хорошо замаскирована, поэтому не сразу заметил. И в результате два досадных промаха. Но справедливости ради должен отметить, что на этот раз подобраться к водоему мне удалось намного, намного лучше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время до Вечерки еще было, поэтому решил поработать с собакой в поле. То есть по истинному предназначению любой легавой собаки. И здесь она меня очень порадовала. Потому что не прошло и минуты, как мы зашли в поле, и она тут же встала в стойку. Субтитры сделал DimaTorzok У многих может возникнуть вопрос, почему я не стрелял? Ведь дистанция была хорошая, ружье вовремя вскинуто. Такой же вопрос возник и у охотника, который проходил рядом и стал невольным свидетелем данной сцены. Но здесь все до банальности просто. Субтитры сделал DimaTorzok Далее мы подняли еще одного тетерева, но он был шумовой и на большой дистанции. Но у меня возник вот такой вопрос. А вот если охота это процесс поиска, выслеживания, добычи, дичи, то может ли охотный инспектор в данной конкретной ситуации ко мне пристать? Ведь у меня разрешение на добычу есть на болотно-луговую. Я искал, к примеру, дупеля или кростеля. Но собака встала по стойке на тетерево. Соответственно, я в этот момент занимался поиском и выслеживанием тетерева, лицензии на которого у меня не было. Естественно, это звучит как бред. Но если инспектор захочет придраться, может ли он это сделать или нет? Если у вас есть какой-то опыт с этим связанным, напишите в комментариях. Было бы интересно. И надо бы, наверное, обратиться в Минтрироды с этим вопросом. Далее мы вернулись на водоем. Немножко сместились, чтобы замаскироваться около деревьев. И стали ждать птицу. Время летело. Солнце опускалось все ниже и ниже. А птицы как не было, так и не было. В общем, на вечерке мы птицу также и не дождались. Хочу отметить, что птица действительно сейчас летит очень плохо. Видимо, из-за поздней весны. Но, надеюсь, это рано или поздно изменится и получится отвести душу. Если вам кажется, что во время охоты в этот день я что-то нарушил, значит, вы еще не смотрели мое видео по поводу правил охоты в летний-осенний период на пернатую дичь. Ссылка будет в описании. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. И ни пуха, ни пера вам на охоту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok